В Медине появился новейший аппарат УЗИ, который позволяет диагностировать жировой гипотоз печени на ранних стадиях. В чём уникальность этого аппарата и этого метода, и чем грозит жировой гипотоз, поговорим об этом с гостей в нашей студии. Татьяна Боровская, врач ультразвуковой диагностики Медицинского центра Медин. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Вот стандартный аппарат УЗИ видели многие. А чем новый отличается от того стандарта? Что в этой новинке такого? Визуально ничем. Для простого пациента это всё тот же ультразвуковой аппарат. Единственное, что теперь в нём есть такой инструмент, при помощи которого мы можем измерить жирность вашей печени, если говорить простым языком. То есть установить степень жирового гипотоза. Жировой гипотоз, он же стеатогипотоз, жировая дистрофия печени, у этого состояния множество названий. Это состояние, которое на первых стадиях, на первых порах, во-первых, бессимптомно протекает для самого пациента, а во-вторых, не имеет типичных ультразвуковых признаков. То есть при выполнении обычного рядового исследования УЗИ вы не найдёте никаких признаков жирового гипотоза. А чтобы понимать, жир печени нужен или наоборот не нужен? Нет. Жировой гипотоз – это состояние, которое связано с деструкцией гипотоцитов. То есть происходит их разрушение и замещение. Это не просто ожирение печени, да? То есть это изменение клетки, её структуры. И отдалённые последствия жирового гипотоза – это всегда исход в цирротическую трансформацию. То есть если вы не лечите, предсостояние. А вот чем хорош наш метод, что он может выявить это состояние на ранних стадиях, естественно, пациент получает лечение, и вот при первой степени жирового гипотоза состояние печени восстанавливается до нормы. Татьяна Алексеевна, а вот для того, чтобы считывать информацию вот с этого аппарата УЗИ, получается, специалистам тоже нужно было ещё этому обучаться? – Безусловно, да. Должен быть опыт исследований в Б-режиме, то есть врач уже должен проводить ультразвуковые стандартные исследования, чётко понимать, какие есть диффузные изменения в печени, для того, чтобы выявить хоть какие-то малейшие намёки на то, что уже есть показания к проведению более глубокого исследования. – Ну, как я понимаю, болезнь была давно, метод этот появился только сейчас. А раньше как приходилось вот это всё выявлять? – Раньше всё было гораздо сложнее. Значит, мы посредством ультразвукового исследования могли провести качественный анализ только лишь на основе визуальных наших признаков ультразвуковых, и то, повторюсь, уже только касательно второй-третьей стадии жирового гипотоза. Ранее, чтобы выявить это, приходилось применять метод только пункционной биопсии печени. – То есть это операция? – Это не операция, это такое мини-инвазивное вмешательство, но это болезненно, это риск осложнений имеется. Ещё иногда при исследовании компьютерной диагностики, рентгенологические лучевые методы диагностики позволяют тоже измерить количественную цифру, получить по количеству жировых телец. Но это исследование связано с лучевой нагрузкой, и стандартно каждому пациенту его не назначить. Сейчас у нас появился вот такой новейший метод, это прорыв в медицине, когда мы можем говорить в цифрах, выражать то, что имеет отношение к жировому гипотозу. Ещё великий Леонардо да Винчи говорил, что ни одной науки нет применения там, где нельзя применить математику. То есть сейчас мы имеем цифру, пациент уходит с заключением и может, отталкиваясь от этой цифры, дальше проводить динамическое наблюдение и следить за течением своего состояния. Исследование это может быть проведено как самостоятельно, так и в дополнении стандартного ультразвукового исследования, и совместить можно ещё и с эластографией. Это тоже новейшая наша разработка, новейший наш метод. И вот эти два инструмента, они позволят нам, врачам ультразвуковой диагностики, значительно облегчить труд наших клиницистов, поскольку размытых диагнозов, диффузное состояние, такого уже не будет. Будет конкретная ситуация, конкретный ультразвуковой диагноз. Ну, со специалистами понятно, да, это очень облегчает, в общем-то, работу. А как понять пациенту, что обычному человеку, вот как он должен понять, что ему необходимо обследование именно на таком новейшем аппарате УЗИ, а не обычное стандартное УЗИ? Ну, во-первых, будем говорить о том, что если вы оказались на кушетке у доктора, и вам проведено исследование, и есть возможность сделать дополнение в виде стеатометрии, если есть показания, и доктор вам об этом говорит, нужно это сделать, поскольку вооружён, да, предупреждён, вооружён и так далее. Но чаще всего, конечно, это пациенты, следующие по направлению специалиста, потому что метаболический синдром, частью которого и является жировой гепатоз, это мультидисциплинарное такое состояние. К нам идут пациенты и от эндокринологов, и от гастрологов, и от гинекологов, да. Это и токсические гепатиты, и какие-то гепатотропные яды вредят. То есть все эти состояния могут привести к развитию жирового гепатоза. Это ошибочно считать, что это удел только тучных больных, да, и тех, кто переедает, либо ведёт какой-то неправильный образ жизни. Нет, масса состояний, поэтому лучше всё-таки последовать рекомендациям специалиста и прийти на это исследование после визита к доктору. Ещё один вопрос. Помогает именно вот этот вот аппарат УЗИ уникальный? Только в обследовании печени или каких-то других органов тоже? Ну, значит, вообще два года назад, когда я была в этой студии, мы говорили об эластографии, я обещала, что вот-вот в скорости мы должны получить были новые рекомендации Европейского и мирового сообщества врачей ультразвуковой диагностики в плане оценки очаговых заболеваний, то, что поможет в плане онкологии, да, онкологическим пациентам. Но, к сожалению, ковид наложил очень большие отпечатки на все эти пилотные проекты. Всё это было не остановлено, но приторможено, скажем так. Поэтому сегодня мы можем говорить пока только о том, что мы с вами сегодня здесь обсудили. Но я думаю, что в недалёком будущем мы будем охватывать боли, другие сферы медицинские. Татьяна Алексеевна, мы пока прервёмся, с вами не прощаемся, а сейчас прервёмся на несколько минут, чтобы узнать, как нормализовать давление. В этом вопросе разбиралась Анета Шаповаленко. Мы напоминаем эту программу «С утра до вечера». И у нас в студии врач ультразвуковой диагностики Центра Медин Татьяна Боровская. Да, и мы гостей просто так не отпускаем из этой студии. Предлагаем вам поучаствовать в нашей рубрике, которая называется «Викторина по печени». Татьяна Алексеевна, в общем, в чём суть викторины? Мы будем называть какой-то факт, а вы нам будете говорить, правда это или нет. Вот начну с первого факта. Человек может жить без печени. Нет, не может. Почему? Потому что это очень жизненно важный орган. Ну, без почки живут часть желудка. Да, но почка – это парный орган. Единственное, могу сказать, что у печени очень хорошие регенеративные функции и способности. И тогда, когда есть пациенты у нас, которым удаляют по ряду причин, даже правую долю печени – это большая часть этого органа, и они благополучно живут с кусочком левой доли, которая потом иногда даже до такой степени гипертрофирует, что её и не отличишь от нормальной здоровой печени. Но без… Целую не получится. Ну, действительно, это правда, потому что печень – это главный фильтр для нашего всего тела. Она забирает всю грязь, которую мы дышим, едим. И вот если бы не эта функция, то, наверное, человеку пару часов протянуть не больше, потому что все эти токсины в организме, они никуда не уйдут. Татьяна Алексеевна, ещё один факт. За одну минуту через печень протекает около полтора литра крови. Полтора литра крови, да. Да, это так. Да. Потому что печень вовлечена в кровообращение, и, естественно, центральные вены, проходящие через неё, фильтруют с такой скоростью кровь. Ну и, кстати, в сутки, если посчитать, получается почти 2000 литров крови проходит через печень. Ну, это усреднённая величина. У нас у каждого объём циркулирующей крови разный. Да, ребёнок, взрослый. Ну, в среднем, чтобы понимать, да, 2000 литров – 2 тонны. Да, 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 по человеку факты, да. Да, следующий факт. Если случится кровопотеря в организме, печень сжимается и выплёскивает все свои ресурсы. Ну, это на первых этапах, может быть, да, как такое шоковое, но это не спасительная гемотрансфузия или как гемозамещение, да, скажем так. Поэтому это… Полуправда. Да, ну это как, это не полуправда. Это просто при острой кровопотере, естественно, идёт какое-то перераспределение, да, но чего там выжимать, нет. Но некоторыми запасами она всё-таки делится. Какими-то, да, запасами, да. Имеет место быть, да. Будем считать, что это правда, да. Ещё один факт – печень – самый холодный орган в человеческом теле. Да нет. У нас же одинаковая температура, как и у всех органов. Не знаю я такого. Ну, видно, что вы не меряете. Нет, такое не говорите, вообще не показывайте, но я не знаю. Наверное, нет. В УЗИ нет этой цифры, да, температура печени. Ну, я не знаю, правда это или нет, но мы вычитали, что печень, на самом деле, самый горячий орган в теле организма. Считается, ну да, если такой кровопоток проходит, да, то… Его температура в среднем 38 градусов. Ну, не холодные точно. Холодные – это про другие места. Это про жюдо. Ну, мы тоже не правы, это всё верно. Мы решили, вот хотели вас в какую-то такую ситуацию поставить, но вы всё-таки исправили и сказали, что это неправда. Да. Холодные – это другие места, я же говорю. Холодная должна быть голова. Спасибо вам большое, я думаю, что вы прекрасно справились с этой викториной, хотя, по сути, как бы это не то, к чему вы должны были готовиться. Спасибо и вам. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. Спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем и далее в программе лайфхаки, которые помогут облегчить быт. Субтитры подогнал «Симон»